Всю свою жизнь он посвятил спорту. Юрий Сорокин играл в хоккейной и футбольной юношеских командах Щелковского стадиона «Химика», далее в хоккейных командах «Мастеров» Липецка и Брянска. Он окончил Институт физической культуры и после завершения карьеры спортсмена начал тренерскую деятельность. Более 15 лет был наставником воспитанников Центра адаптивной физической культуры «Спартанец». Развивал дисциплину футбол в специальной олимпиаде. Под его руководством, начиная с 2000 года, команда Центра достигла немалых успехов. Занимали первые и вторые места в турнирах Московской области, завоевывали призовые места на всероссийских соревнованиях. Он жил спортом и уже будучи тренером-преподавателем, все же не упускал возможности выйти на лед или поле. Играл в футбол и хоккей в Щелковских ветеранских командах. Юрия Сорокина не стала в 2017 году. Так уже третий год Центр «Спартанец» проводит турнир памяти спортсмена, тренера, стоявшего у истоков адаптивной физической культуры в Щелкове. Я хочу поблагодарить всех участников, кто приезжает, детей, всех организаторов, родителей, которые участвуют. Потому что это очень... Он всегда переживал за это. Он всегда старался подготовить детей, чтобы они показывали результат. Поэтому хочу пожелать всем участникам успехов. Если говоришь о футболе, всегда вспоминаешь этого человека. Ну, на самом деле, стала хорошей традицией, потому что футбол ЦП в нашей стране развивается, но это очень сложно. Очень сложно, потому что состав команд – это все-таки дети с нейрологией, с ДЦП. Не каждый готов этим заниматься. Это большой труд на самом деле. И мы, и еще несколько регионов России проводят у себя в областях такие турниры. Футбол – лид с заболеванием, церебральным параличом – дисциплина, которая развивается в Центре «Спартанец» с 2018 года. Команда – участник различных соревнований, в том числе и всероссийских. По традиции, раз в году ребята собираются на турнире памяти Юрия Сорокина. В универсальном спорткомплексе Подмосковья щелковские спортсмены встретились с соперниками из столицы – командами «Спартак-1» и «Спартак-2», а судьями турнира стали кумиры подрастающих чемпионов – игроки национальной сборной страны по футболу для лид с заболеванием, церебральным параличом. А мы уже были примерно тем же составом, вот здесь, в Щелково, и с ребятами, знакомы со многими. Здесь проводилось, по-моему, или год или два назад такое же мероприятие с участием паралимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Также мы играли здесь с местными ребятами, с командами. И на самом деле мне очень нравится эта идея вот таких вот однодневных турниров. Команды провели по одной игре друг с другом, отыграв каждой два тайма по 15 минут. Щелковские спортсмены уступили гостям команде «Спартак-2» со счетом 0-3, зато сыграли в ничью со «Спартаком-1» 3-3. В финальной схватке боролись московские спортсмены, и «Спартак-2» явно не хотел уступать. Вел игру с преимуществом и не упускал возможности отправить мяч в ворота соперника. Игра завершилась со счетом 6-4 в пользу команды «Спартак-2». Она и забрала главный трофей. Щелковским спортсменам досталось почетное второе место. Юные футболисты получили кубки и медали из рук кумиров, игроков национальной сборной паралимпийских чемпионов. По-настоящему волнительным и долгожданным моментом стала не только церемония награждения, но и проведение мастер-класса от игроков национальной сборной. Далеко не каждый день юным спортсменам выпадает возможность пообщаться с чемпионами, теми людьми, которые сегодня вдохновляют молодое поколение на спортивные результаты. В начале мастер-класса разминка, а уже потом футбол. Юные спортсмены смогли не только пообщаться с игроками национальной сборной и получить профессиональный совет, но и сразиться в любимой игре. Самое главное, ребята испытали яркие эмоции и получили стимул к дальнейшим победам. Субтитры создавал DimaTorzok